я ставлю машину выхожу и не с этой пушки сейчас сразу военных так все кого-то прикрывает и донецкий ты во всем виноват для кого-то сплетни это бар который приехал из донецка для кого-то сплетни это бар в котором зародилась одна из лучших батл рэп площадок в украине для кого-то сплетни это бар в котором снимали шоу любители из-за карантина евгений был вынужден съехать из помещения в котором заведение бар сплетни просуществовала 6 лет здесь будет стоять кухня тут разделочный стол вот вытяжка ты будь печка стоит возьмем 6 8 блюд которые самые популярные тут стойка будет бар на остальное все зона будут посадочные но это уже не первый раз когда бар сплетни переезжает в тринадцатом году я еще занял немножко и мы открыли бар в донецке это тот концепт сплетни но это было хорошее место бульвар пушкина прямо в центре города за драм-театром все что могло произойти вот с открытием общепита вот все проблемы которые бывают у людей все они у нас были там мы все их прошли мы рассчитывали о том что мы вот сейчас два-три месяца будем инвестировать мы доведем до ума и потом уже начнем дальше уже распоряжаться деньгами уже на свое усмотрение откладывать и так далее и в конечном итоге когда в четырнадцатом году все рухнуло мы остались без денег я как четко помню там было разделение вот два флага вот так украины и россии растянули между ними стояли милиция вот такая цепь и ты смотришь на это 7 что происходит вообще откуда что это такое что откуда это все вот как это могло вот так быстро вылезти вот от наружу и когда со стороны с российским флагом полетели арматура камни и ты понимаешь что это начинается какой-то ну реальный и украинская сторона была абсолютно не агрессивный то есть они они пришли именно с теми же посылами как с какими люди шли на майдан переломный момент для меня лично был когда со славянска колонна пришла в донецк вроде как бы читаешь вечером о том что стрелков оставил там славянск ушел а на следующее утро ты выходишь об и по университетской идет вот такая огромная огромная батальон колонны нескончаемые просто людей там ты понимаешь что все теперь эпицентр здесь и сейчас боевоенные действия начнутся именно здесь и просто в твой город заходит заезжает техника заходят солдаты и ты понял ну короче все наверное строили дом там с юлей все это время дом находился в районе аэропорта и я подъезжаю и меня останавливают какие-то орки очередные там дальше не поедешь я ли чего а мне там до дома еще метров пятьсот там 600 все дальше нельзя типа линия огня я какой нахер огонь и я поворачиваюсь стоит возле церквушки не поставили вот эту пушку и при мне я ставлю гаррия мне домой нужно собаку покормить он стал машину иди я ставлю машину выхожу и не с этой пушки я быстро бегом бегу домой на супа я понимаю сейчас полетит от ветка и она полетит в жилой в частный сектор в массив они три раза херакс эту пушку на плечи короче и бегом по по асфальту типа с этой пушкой херачат вот туда сторону же до вокзала условно убегать то есть на доме мы поставили крест в тот момент нужно было понять что делать с баром то есть просто куча мебели и какое-то оборудование там минимальное пытался понять куда переехать там искал помещения какие-то и мы решили что это будет киев нашел помещение вот на бульваре у нас остается денег ровно на первый последний месяц заплатить риэлтором и заплатить машину для того чтобы перевести бар и мы планируем и едем в донецк собираться центр города бульвар пушкина в оккупированном городе где проверяют каждую машину велосипедистов там проверяют мы при подгоняем 25 тонны трак паркуем его нахер в центре города и я начинаю грузить то время просто так машину не выпускали из города то есть был перечень вещей которые можно вывозить и перечень вещей которые запрещено вывозить вообще с макароны там какие-то радиаторы то есть лампочки естественно у меня все это было и во вторых просто так даже пустая машина не может выехать большая тебе нужен пропуск пропуск ты можешь получить министерстве каком-то хер пойми каком было там уже масса министерств вот как раз мы были в исполкоме стоим в очереди в коридорах и в этот момент был один из самых больших взрывов взрыв просто сумасшедшую так вот ну прям стены в исполкоме должна тогда центр города кажется что это прямо вот дом блин да вот и начинается сумасшедшая паника то есть никто не говорит что происходит все начинают бегать в со всех кабинетов по выбегали вот эти все куча сразу военных так все кого-то прикрывают а меня не знаю должен взорвалась чтобы прикрывать это все кто находился в этот момент всех бомбоубежище туда я думаю там и выйдем отсюда вообще когда-нибудь или нет мы в бомбоубежище просидели на часа два и самое интересное что я настолько устал этом заслу прошло там пару часов они выяснили что произошло все стало на свое место все вышли опять заняли те же очереди где были в коридорах и мы продолжаем стоять дальше получать пропуск дождались своей очереди зашли какому-то министру на собеседование он начал спрашивать что мы везем куда мы везем мы естественно рассказали о том что мы вывозим пока к родителям свое имущество там что он нам делает он берет лист а4 вставляет его в принтер нажимает кнопкой оттуда выезжает флаг днр названием пропуск цветной он нам дает бумажку в счастливого пути я такой стою серьезно ну типа так можно было ну это ну тупо он даже не ламинирован ну хотя бы да не у всех есть возможность знал за ламинировать он просто вот такой листик я думаю ну хорошо эти книги которые на барной стойке это книги с моего чердака которые были в донецке сработала история с переездом ну очень сильно помогла был запрос на какие-то позитивные истории то есть и вот медиа рыли и искали что-то позитивно из всего дерьма которое было в стране в тот момент у меня вышло первое интервью ставят ее на аль джазиру и на следующий день буквально у меня обрывается телефон тоже очень показательная история нашей журналистики о том что вот они черпают информацию о том что происходит у нас в стране сайт аль джазиры это были все один плюс один а сити и стб т.к. украина зарея килька правил а смешивание коктейль то что есть в стране все во всех новостях я был мы стали на ноги у нас появились люди которые видели нас по телевизору им они начали приходить когда я это делал у меня не было цели сделать что-то громкое то есть мы это делали просто чтобы выжить я потом смотрю со стороны на эту историю думаю то я сам байкере ну блин если сейчас еще раз меня попросит такое ты никогда в жизни этого не сделаешь вот ты приезжаешь ты уже обосновался в киеве ты живешь и ты чувствуешь на себе взгляды там за твоей спиной говорят о том что все что там произошло ты виноват я был на майдане а ты сепаратист я пошел было истории просто невероятное количество всем просто нужно было сказать ты донецкий ты во всем виноват все им не нужен был ответ они не хотели слышать там аргументы позиции по украинскому языку у меня нет денег даже сделать вывеску на украинском языке вот она была на русском в донецке висела ее просто перевез и тоже повесил здесь не потому что я не хочу разговаривать на украинском языке это абсурд и переехал с донецка принес 8 кругов ада потому что у меня про украинская позиция я не уехал в россию я приехал в киев я работаю здесь у меня семья живет здесь я плачу налоги в украине и ты меня еще обвиняю в сепаратизме в пророссийской позиции ну подумай какой-то момент выйдя на улицу из подвальчика был туристическая группа шла вот гид вел и он остановился возле бара и начал рассказывать про мой бар я тогда понял что это ну наверное как бы для кого-то эта история типа достаточно значительно весна когда ввели карантин я с марта месяца в баре не заработал ни одной копейки то есть был локдаун ждали что вот сейчас наладится все будет хорошо пришло лето август месяц в минусе сентябрь месяц ты закрылся в минусе октябрь месяц закрылся в минусе и тут в октябре месяце наступает еще и трешнина полная то есть мало того что ты если в сентябре был абсолютно спокойный месяц когда все работали якобы полноценно то в октябре у тебя началось до 10 вечера можно только работать потом карантин выходного дня там ноябре ну то есть у тебя опять начались ограничения которые рано или поздно приведут к локдауну закрытию и ты понимал что в этих условиях я точно не смогу заработать уже ничего это я понял чего я устал я устал именно от разговоров с арендодателем от вот этой постоянной боязни боязни того что тебе не хватит денег на аренду и в какой-то момент я решил это поменять просто искал все значит цикл прошел мы сейчас закроемся я буду и вообще хотел сначала закрыться просто закрыть вот этот пост где мы стоим голые на фоне барной стойки это это пост о том чтобы громко закрыться когда у тебя есть такой актив сумасшедшей истории просто так его закрыть не мог себе позволить мне бы этого не простил никто я сам себе бы этого не простит решил не закрываться полностью переехать бар сплетни переехал в маленькое здание ниже по улице я я хочу понимать что будет я знаю что если объявят локдаун я не боюсь за то чтобы я просто закрою дверь на ключ и пойду домой спать на новом месте бар успел поработать всего неделю был такой солнечный денечек хороший я позвонила повар жень говорит у него такой судорожных он мы все горит или что в коре все горит или что скажи мне нормально на все звоню пожарным или вы знаете что там все горит ну прям такую фразу на там ну да мы с нам уже сказали ну все все что я мог сделать приехал сюда тут уже конечно полное одище ничего не удалось спасти пожарные кстати тоже приехали очень быстро я думаю минут там 10-15 но уже все горило и невозможно было абсолютно ничего спасти я приехал уже невозможно было уже даже подойти просто на момент выхода сюжета евгений уже объявил об открытии нового бара но это уже будет совсем другая история кто-то разводится для него это пожар кого-то реально что-то сгорает я не уникален в этой ситуации но это опыт это жизнь и эта история любом случае нужно кому-то когда-то рассказывать и возможно вот именно этим ближайшее время я и займусь